6 месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от Апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За 6 месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии БС-прикосновения, а также от военных, находящихся в тылу. Начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Первое. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Даешь добровольное согласие на записи и публикацию? Да? Фамилии моешься, дата рождения откуда? Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Откуда? Республика Хакасия. Россия, Республика Хакасия. Не важно. Хакасия. 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 Это кто там по национальности? Просто Республика Хакасия. Я понял, она по национальности. Республика Хакасия, там как бы у нас как бы хакаса, ну, производство Хакасии, да, и нужно как бы перемешать. Ну, понятно, понятно. Понятно. Контрактник или добровольец? С колонией. Мобилизованный? А, с колонией. Мотивация. Зачем поехал? Мотивация первая была, ну, она, в принципе, главная была, чтобы меня очистили, мою судимость. Очистили судимость. Как тебе на данный момент такая, такой способ очистить судимость? Ну, в данный момент будем брать все изначально, наверное, просто бы, да был бы срок и освободился гораздо лучше. Это как раз понятно, но вот как ты оцениваешь то, что вот произошло, свои действия? Ну, оцениваем как, допустим. Изначально, допустим, как бы ты не осознешь, как на самом деле все происходит. На самом деле. Попав туда, ты уже оцениваешь все в реальности. А вот интересно, что вы думали там, тогда, на тот момент? Как вы себе это все представляли, будучи в колонии? Ну, наверное, знаете, не как бы из фильмов, но как бы все в реальности маленько смотришь, как все происходит по телевизору, ну, как бы, как война идет. Ну, что именно, как именно, как там, ты, допустим, не осознешь, как именно в реальности происходит. Маленько, ну, по-другому краски были, допустим, что не соприкасаешься конкретно прямо вот лицом к лицу, назовем так. Почему? Если в кино, наоборот, всегда показывают соприкасновения. Нет, ну, я имею в виду, что, допустим, ну, я не думал, что именно война таким способом, что ты, допустим, можешь не от пули погибнуть, а просто, допустим, от чего другое, что именно война такая, как бы, ты можешь даже не зайти с машины, допустим, даже можешь не дойти до передовой, допустим, ну, такая смысл. Как бы страшная война, допустим, что она, ты можешь, как сказать, погибнуть, даже не попав, наверное, на землю даже наступить. А хотелось именно повоевать непосредственно в рукопашку? Нет, почему в рукопашку? Не то, что в рукопашку. Как бы, ну, знаете, как вам правильно сказать еще? Война, как бы, она не то, что... Мне, допустим, не хочется погибнуть. Кому хочется погибать? Как бы, в красках она, может быть, не такая должна была быть. Как вам, я не знаю. Не думаю, что, допустим, я вообще буду именно... вообще не хочу погибнуть. Я не думаю, что у нас, как бы, будет такая война, как бы, ну, как бы, ну, не знаю, как настоящая, или как она, надо сказать... Ну, не думаю, что я сильно соприкоснется с ним. Думаю, как-то, может быть, все там как-то по-другому. Думал, что... Ну, блин, я не могу, вот, пока что понять мысль. Думал, что превосходство в России и... Да, думал просто, что вы здесь просто всех убиваете и все, и продвигаетесь по 100 километров вперед. Ну, возможно, подумал... Да, а зачем убивать людей? Убивать, наверное, никто не хочет, наверное, убивать людей. Ну, а как? Ну, ты же понимаешь, если идет продвижение, если ваши войска так прям всех побеждают, значит, они убивают же, наверное. Ну, естественно. А за что? А за что нас убивать? Ну, я думаю, людей вообще нет за что убивать. Вообще никаких. Нет. Вот чувство лукавства. Вам же же там рассказывали, что мы тут нацисты, фашисты. Ну, это естественно, как и есть такое. Ну, значит, зато, наверное, и убивать? Ну, наверное. А что из этого подтвердилось в реальности? Ну, допустим, если брать, я лично свое мнение скажу, допустим, я, когда попал в плен, ребята, ну, когда меня в окружении взяли, блин, я, допустим, удивился о своем отношении ко мне, как со стороны России я пришел. Так. Понятно. Так что подтвердилось из пропаганды, которая была? Нет, что ребята ко мне отнеслись прямо, ну, как бы нормально. Правильно. Как и военно-плен, мы отнеслись, как бы взяли в плен. Понял. А пропаганда, значит, что она врет? Ну, в реальности оказалось не так. Так увидел я, как бы, со своими глазами. За что погибают российские жители здесь? Российские солдаты? За что они гибнут? Не знаю, может быть, у каждого своя цель была, не знаю, зачем погибают вообще. Ну, нет, я понимаю, есть субъективные цели. Кто-то за зарплату, кто-то за очистку там биографии. Ну, в принципе, мы все цели как бы уже и перечислили. Ну, ладно, хорошо, есть какой-то процент идейных, правда, на чем там их идея основана, я не очень понимаю. Ну, точнее, при глобальном изучении их идейности, оказывается, что их идейность основана на мифах. Вот примерно так. Но, я вчера показывал вам видео, я вчера показывал вашего президента, который говорил о том, что получить новые территории это значимый результат для России. Значит, за что вы воюете? В глобальном смысле, не в индивидуальном, не в субъективном, а в глобальном, в общем. В общем, за территорию, конечно. За территорию, правильно. Так, они гибнут. за что? За территорию. За территорию. А зачем вам, ну, вот вам из Хакасии, например, нужна территория, там, скажем, разрушенной Авдеевки? Зачем? Ну, не знаю, как бы, разрушенной, никому ничего не нужно. Может, потом восстанавливать будет, я не знаю, как там были шепоты, все это выглядит. А себе много восстановили. Кто? Себе много хакасии. Себе много восстановили, у вас там все хорошо? Ну, как бы, если как бы, именно мой город, брать, да, чисто, аккуратно, чисто все. Чисто, аккуратно, все хорошо. Может, надо было в этом городе и находиться? За что сидел? Разбойное нападение. Разбойное нападение? Слушай, чистый, хороший, прекрасный город, зачем ты пошел совершать разбойное нападение? Смысл? Ну, видимо, да. Так судьба у нас сложилась Не судьба Разбойные нападения всегда делают с целью Естественно, конечно, я осознанно шел Я же не то, что взял и пошел Конечно, осознанно все было А цель разбойного нападения, какая нажива? Деньги? В прекрасном, чистом, аккуратном, хорошем городе Где всем так прекрасно жить Практически рай Кто-то идет и совершает разбойные нападения С целью наживы Значит, есть какие-то проблемы Правда? Возможно, конечно Возможно Все-таки ситуация есть Кто-то, видимо, зарабатывает Кто-то, может быть, этим путем Я вот этим путем решил заработать Ну, значит, надо что-то менять в этом вашем королевстве Прекрасном, аккуратном Чтобы не ходить, не зарабатывать А потом не ходить с тюрьмы в чужую страну, наверное, да? Ну, как-то так Ну, выглядит, конечно, так оно Как-то так Скажите, пожалуйста, вы оккупант? Нет, я лично нет Нет Кто такой оккупант? Дайте обозначение Ну, кто оккупирует чужие территории Земельные участки, там Так Города не знают Что-то Так Так Ну, а вы что делали? Ну, я находился на чужой территории, конечно С целью? Ну, мы только что выяснили цель Да? Так, оккупант или не оккупант? Ну, господин, господин, слова Наш оккупант Так, глотай эти слова Я вот прям Это я уверен, что, конечно, я на территорию пришел чужую территорию Ну, а первый раз, что, был не оккупант А второй раз стал оккупантом Надо доводить это Логически как-то Ладно После того, как вы подписали контракт, дальше что было? Можно просто историю кратко рассказать, да, что и как было? Минобороны предложили по 1СОО Да И подписал контракт К дублению Чему Минобороны, я не понимаю Минобороны, оно же обороняется Ну, Минобороны А у вас Минобороны Минобороны приезжало Понял Ну, подписали контракт дальше Да, подписал контракт Поехал на ТСБО Привезенец в Бахмут Когда? Я приехал в Бахмут 20 числа ноября Ноября Угу Дальше Потом спецзаздание вот у нас Которое было Сейчас на котором сейчас нахожусь Привело к чему меня Нет Можно рассказать Что было? Что происходило? Ну, нужно было зайти на территорию Держать оборону Мы подъехали на территорию Где у нас должна была высадка быть Спешились И полчаса, что Ребята, которые со мной Зашли маленько не туда, куда нужно Я продвинулся маленько Как говорится Дальше И Оказался Один Да Ну и все Всю ночь у нас шла перестрелка И один перестрелился Потом на утро Всю ночь один отстреливался? Да, где-то 10 часов Сколько у тебя было боеприпасов? Боеприпасов? Да У меня сколько было 30 магазинов было 30 магазинов у одного? Да Серьезно? Да Ну, тут военная тема Да, давай, наверное, ты Давай, давай, иди Я не так же есть Я не имею в виду права Прям даже интересно У меня было 14 или 15 магазинов И блиндашка тоже Не блиндаш, а Ко пришел Там В одном лежало Штук шесть И Ну, в том, я не помню Где-то еще в том лежало Во втором лежало В автокопе Ну, тоже блиндаш сделан Там не в это В сумке лежали То бишь, 15 было при вас Ну, со мной где-то 14 или 15 точно не было А где вы их нанесли? Как вы их нанесли? Ну, здесь Здесь был Здесь и рюкзак Хорошо, здесь было в два слоя? Почему? Здесь было три Здесь три Здесь три И здесь Рюкзачки лежали Остальные Это 12? Это 12? Здесь У меня один Могатова В автомате Десятый Тринадцать Ну, 9 у меня здесь Три здесь Три здесь Три здесь И один в автомате Ну, это 13 Ну, я говорю В сумке В боковом Рюкзачки лежали Три здесь То есть здесь Девять И один десятый У меня в магазин Могатова И в рюкзачки В сумке Остальные Ничего себе Ничего себе Просто Насколько это удобно Перемещаться И вот если вам бы пришлось Упасть или пластины Сколько это удобно У вас же это все мешает Ну, по-разному Дет Кто-то делает На пашниках Вешать Только так А магазин В автомате Вставлен был Ну, одинарный Или был Скочен Один Ну, я допустим Не видел Чтобы двойные Делали Одинные На 60 У кого-то Были патроны Вы говорите Что вы были В Бахмуте И какая вообще Среди военнослужащих Оккупационной армии Вообще Эйфория От того Что они взяли В Бахмут Как довольны Ну, ребята Которые Само пришли Они Бахмут Не брали И, допустим Ну, как бы Город весь разрушен Ну, то, что он Под контролем Оккупационных Хвост Насколько Это им удовольствие Какое-то Там мало Вероятных Кто ходит Вообще По городу По городу Как бы особо Никто не лазит Потому что по городу Нельзя ходить Ну, может быть Кто-то Нет, там ребята Как бы есть Хоть уходят Там перемещаются А так А с местными Общаются А там местных Нету Никого Подождите А Вы же Кого-то освобождали Нет Мы пришли Бахмут уже Слышишь Местные сообщения Мы уже освобождем От города И от местных Ну, нет Не было тогда Такого понимания Что Мы пришли В город Который Якобы Хотели освободить А тут Нету Кого освобождать Уже Всех убили Как вам такое Я там не видел Что, допустим Кто-то на улицах Там лежал убитый Может, город Уже был Ну, без А, хороших домов А высотки Там же Трубный запах И тому подобное Ну, я скажу Ну, если так Я не знаю Кто скажет Допустим Я, допустим Ни одного Трубного запаха Не видел Серьезно Он имеет в виду Что Город Вы, типа Как должны были Освобождать Понимаешь Как выглядит Освобождение Вот Это Освобождение Это Бахмут Выглядит Как освобожденный город Если он выглядит Как освобожденный город То он освобожден От чего Давай попробуем Дать ответ Ну От солдата От людей Наверное, местных Скорее всего От солдат Там жили люди Это большой город Это же не военная часть Это был город Его освободили Ну Люди освободили От своих квартир Ну, военные действия Прошли, конечно Там, конечно Уже город Разваленный Естественно Все это То есть Ничего не напоминает Грозные Которые освобождали Почему Напоминает Конечно Естественно Город Не уже Не подлежит Восстановлению Сносить До города Не до 73 тысячи человек Население города До Того Как вы туда Пришли То есть 73 тысячи человек Должны были Где-то жить Да В этом городе Вы пришли Его Типа как Освободили И никого Кроме ваших солдат Там нет Значит Отчего Вы освободили Город Простой вопрос А он уже Тоже По вашему мнению Ну, понимаете Я как солдат Допустим Я же Я не солдат Вот это не надо Да Мы задаем Простые вопросы Дай ему ответить Да 73 тысячи человек Живут в городе Вы пришли Вы его типа Освободили Отчего Ну, как бы Наверное От нацистов Типа Которые Втолковали Нет Мне не важно Что вам Втолковали По факту Жило в городе 73 тысячи человек Вы пришли Вы его освободили Отчего От людей Наверное Это надо Добиваться Типа этого Ответа Он разве Не Видят Нет Отчем Конечно От каких-то Нацистов Каких-то Про которые Говорили Мы уже Выяснили Что их Нет Видели Нацистов В смысле Когда там Пришли В Бахмут Или вообще В Бахмут В Украине Где-нибудь Где Ну Ни одного Ощущего Среди Пока Хорошо Вы хотели бы жить В Бахмуте Нет Конечно Вы знаете Что в Бахмуте Люди хоронили Своих Просто Родственников Прямо Подъезда Нет В Анмирал Не знали Не видели В Мариумбуре Это уже Тоже В Деревке Это в небо Я не видел В Бахмуте А что вы сказали Людям Бахмута Которых Вы хотели Освободить Вот они На вас Смотрят Сейчас На освободителя И думают Ну Кто Нам В колонии Приезжают Освободители Ждали ли Как вы думаете Здесь Вот вы хотели Как вы думаете Скажите Вы хотели Очистить Свою репутацию Тем самым Забрал У людей Все Что они Нажили За всю Свою жизнь Моги Никогда Не вернутся В свой город Где похоронены Ихни родители Дети Понимаете Никогда В жизни Не смогут Прийти И просто Посидеть На кладбище И просто Сказать Вам не было Больно Конечно Больно Если бы мой город Конечно В таком состоянии Был бы город Конечно Мне вернуть сюда Было бы Просто До слез обидно До слез обидно Если бы ваш город Пришел в такое состояние Вы бы считали У вас В обожженны Нет Конечно От каких-то нацистов Вот жили Вы жили в городе Города Я понимаю О чем Нет Нет Конечно У меня там Родители похоронены Конечно Это все Больно было До слез Давайте Ладно Давайте Давай чуть фактически По болевым действиям Я бы не понял Как он оказался Родителем Почему Вы Получается Взвод Взвод Группа Чем занималась Какие задачи Группа Нужно было Держать оборону Спешились Это Какой Рудвойс Вообще Какие Войска Вы 217 полка У меня 298 дивизия Чертая Штурмовая Ваша задача Была Штурмовать Нет Ну Задача У нас В этот момент Была Держать Закреп Закрепиться Хорошо Сколько в группе Было людей 18 Дошли до позиции Да Дошли до позиции Получилось так Что Группа Которая Спешилась Машина Она Шла вглубь Ну Как бы Не прошла Перед А шла Вглубь Я как бы Спешился Прошел Сюда Дальше Вглубь Как вы Оказали Сидит Ну Вот так Я оказался Один Вы Оторвались Нет Да нет Я почему Они спешились Просто сразу сюда В лесополку Я чуть дальше Прошел И Под утро Здесь Ребята Парнишка Тоже вместитель В плен Усно Они на утро Ко мне пришли Пять человек Четыре Вернее Не пять Трое Погибли И вот Нас двоих Взяли в плен Хорошо Как вас взяли в плен Ну Как Первое Восем Когда я Вышел Оглядеться Территорию Прилетело Поле Не в голову Пало Пало в ухо Ухо Сстригло Мне Да Попало Как бы Мне сразу Перебинтовал Буквально Минуты через три Выхожу Прилет снаряда Мне руку Всю Осколками Пальцы Оторвало И Только Тоже Только Ну Смотрю Все Сид Не стал Перебинтовать Второй раз Выхожу Снова Прилет Ну Это все Состояние Прилет Сильный Прям Под ноги Удивлен Что Был Ну Не Понял И Ребята Сразу Украинские Солдаты Человек Не знаю Сколько Было Там Ну Много Было Человек Семь Точно Было Уже Плендаш Сокружили И все Страшно Было Ну Страшно В плане Чего Было Когда Брали В плен Как бы Понимать Прилеты Значит Такое И Состояние Уже Было Маленькое Такое Уже Было Все Равно Серьезно Было Все Равно Они Я Запомню Что Кричали Если Не Выйдите А Выходить Состояние Уже Было Не Выйти Там Уже Руки И Контужил Сильно Пришлось Лицо Показывал Выходить Ну Хорошо У меня Такой вопрос До того Как вы Попали В плен У вас Были Какие-то Такие Внутренние Сомнения Вообще Что Здесь Дело Или Вообще Какая-то Демотерия Или До того Момента Пока Вы Не Пали В плен Вы Не Понимали Что Вы Все Таки Не Ту Сторон Заняли В В Как Человек Как Мужчина Дапустим Даешь Присягу Ну И Дёшь Там Ну А Как Леша Ну Если Как Человек Как Мужчина Дали Присягу Пример Вам Говорят Руди Нам Требуют Девочку Там Убить Девочку Это Конечно Такого-то Естественно Нет Такого-то Я Не думаю Что Есть Я Не Не Могу Там За Все Говорить Конечно У нас Хватает Ребят Который Может С Головой Не Дружит Возможно Поэтому А Кто Дружит С Головой Который Будет Из Какого-то Хантимансийска Лететь Или Откуда Чтобы Просто Просто И Не Знать Свою Цель Да Я Думаю Все Цели Свою Понимали Все Преоспособление Не Сознавали Все Ну Я Вам Это Говорил Приходя Туда Оглядывая Кто Теб Окружает Сможет Ребята Действительно Не Нашли Себя В Жизни И Идут Просто Не Думай Маргиналы Да Не Думай Куда Идут Поэтому Вообще Если Разобраться Составы Той Группы Взвода Роты Которые Мы Были Это Люди Маргиналы Обще Собществом Понабирали Или Такие Люди Были Интересные Личности Которые Возможно Нет Места И Не Стоило Едя На Войну Не Могли Нормально Найти Уже Естественно Были Которые Бизнес Пришли Ребята Были Смож Основная Масса Алкоголики Половина Всякие Разные Приятно Было С ними Быть В одной Группе Нет Я вам Объясню Приятно Неприятно Было Это Не Мне Выбирать Особо Ждать Донец Нет Нет Не Плани Того Я Просто Когда Смож Вокруг Что У тебя Идет Ну Фига Что Он Не Он Не Понимает Куда Пришел Вообще Даже Не Понимает Некоторые Даже Не Понимали Как Объяснить Они Даже Когда Шли На Передовой Даже Некоторые Автоматы Бросали Ну Просто Что Не Нужно Бросали Он Решел Ко Человек Убили Я Ни Одного Не Потому Что Понимаете Когда Лесополку Идет По Лесополке Не Поднимаешь Вообще Ну Вас Стреляли И Вы Стреляли А Там Не Видишь Стреляешь Стреляли Вас Стреляли Вы Стреляли Брали Ты Смагазин 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 300 Вы Стреляли А Магазин 6 Две Брал Кому Сколько Дали Я Понял Кто Вас Зал Блин Украинские Солдаты Знаете Кто Говорили Я Честно Сказать В тот момент Не Запоминаешь Как Момент Приемки Расскажите Ну Все Вышли Они Оружие Сняли Бронежилеты Никто Не Оскорблял Все Нормально В этом Плане Я Говорю Что Был Удивлен Прошли Нам Связали Руки Скотчем Глаза Завязали Все И Передали Потом Поэтапно Сколько Завязанными Глазами Пробовали Ну Нам Просидели Там Где-то Можешь Часа Полтора Потом Развязали Глаза Пошли До Следующего Пункта На Блатим Пришлом Шли Ну С Развязанными Глазами Минут Пятнадцать Шли То Снова Глаза Не Завязали Потом Автомобиль Посадили Мы Тоже Глаза Были Завязаны Мы Спустились Там Там Тоже Ребята Глаза Тоже Не Завязали А Потом Уже Когда С той Точки Уже Глаза Завязали То Бишь Так Беспрерывно Завязанными Лазами Как Долго Вообще Вы Были За все Веки Ну Вот Когда У нас Павелин Завязали Там Проболится Полтора Глаза Где Там Максим А Как Он В плен Попал Ты Спрашивал Я Просто Не Понял Почему Подал Подошли А Патроны Закончились Почему Патроны Закончились Я Уже Прилеты Все Раз Прилетело В ухо Потом Впали Рука Рука Не Рабочая Ребята Уже Ребята Которые Подходили Потому Что Гранаты Падали Они Кидали Ребята Руки Завязали Насколько Они Семя Затекали Чувствовали Мне ноги Не завязывали Руки Руки Да нет У меня Рука Рабочая Мне Руку Так Привязали Все Одну Я Понял Сколько Вы Были Когда Вас Зали В плен Сколько Вы Вообще Находились Без Еды Без Еды Пусть Часа Полтора Два Примерно Я Понял А дальше Дальше У вас Ребята Потом Привезли На Кудапунт Где По Мещения Привезли Нас Накормили Напоили В тот Момент Было Такое Желание Забежать Понимание Избежать Своим Сделать Какую-то Пакость Нашим Военным Честно Сказать У меня Рука Была Даже Если Завязана Она Была Формально Завязали Не то Что Привязали Понимаете Формально У меня Руки Были Как Единственное Что Нерабочие Зачем Я Не Адреналин Не Играл Что Дальше Нет Адреналин Такого Не Было Были Мысли Конечно Были Мысли Что Дальше Ждет Конечно Мысли Были Как Нет Это Нормальный Человек Думает Что Дальше Будет Дальше Было Такого Понимания Что Если Попали В Плен То Наконец Передох Нед Этой Войны Ну Наверное Может Были Мысли Такие Ну Не То Что Даже Войны Думаешь Что Дальше Скорее Ну Как Поэтапно Что Дальше Ждет Тебя Я Понял Ну Хорошо А Дальше Вам Применялись Какие-то Отбытки Нет Я Я Я Удивлен Что Когда Попали В плен Само Отношение Было Само Отношение Было Никто Не оскорблял Ни разу Серьезно Военнослужащие Которые Брали Плен Первый Второй Третий Там Даже Ребята Подходили Говорили Вот Я Запомнил Мой Позывной Азовец Говорит Ну Че Что-то Делаем Позвали Доктора Вызвали Доктор Приехал Медицинский Военный Оказывал Медицинскую Помощь Ну Все Аккуратно Все Сделал А мне Не давали Медицинской Помощи Да Я Понимаю Вы Рассказывали Что Какое Отношение От Ваш Было Вообще Какое Ваше Отношение К Азову Да Как Знаете Когда Я Ваше Личное Отношение К Азову Вы Боитесь Вы Осуждаете Каких-то Нацистских Этих Ну Да Думали Что Конечно Ребята Обезбашенные Чудят Не Ну Это Спецподразделение Все Они Обезбашенные Но Момент Такой Что Как Какую Угрозу Они Вам Лично Несли В Кантем Мансийский Или Хакинский Откуда Вы Там В Хакасе Ну Там Никакой Угрозы Абсолютно Несли Но Вы Занимаетесь Что Этих Ребят Сейчас Третье Года Несли От Плюну Многих Уже Посудили На Пожизненно И Как Вы Считаете Это Насколько Справедливо Что Вас Должны Подать На Обмен Но Вы Пришли По Факту Убивать Наши Семьи И Наши Ребята Которые По Договоренности Двух Сторон Вышли В Плен Им Сказали Выйти В Плен Они Не Сдались И И Третий Год Сейчас Держат В Тюрьме И Дают Пожизненные Сроки И Их Не Подают На Обмен Ваша Сторона Но Это Люди Которые Дали Присягу Которые Воевали За Свой Город За Свою Страну Неправильно Конечно И Все Ну Я Считаю Вообще Мы Как В Серьезно В Церилизованных Страх Я Считаю Если Человек Попал В Плен Тем Он Подавал Присягу В С Стране И В Другой Стране Должны Как-то Обмены Происходили Я считаю Так Но Вы Поменялись Блина Азовца Да Я На Любов Поменялся Хорошо Смотрите Помимо Азовцев Сидят Еще Для Мне Кажется Азовцы Солдаты Мне кажется Они все Одинаковые Я не знаю Я не знаю Даже Вам так Не казалось Что Они все Одинаковые Для Вас Азов Это Были Фашисты На Тематике Как Раз На Азове И Раскрутили Я Ребята Видел Молодые Ребята Там Были Не Было Там Я Не Видел Свастики Ни Одного Молодые Ребята Были Возрасте Пацаны Были Такие У вас С С С С С Никто Не Ходит Не До С С С С Скоро С С Ребята Знаете Что С Наколками Делают За Любую Наколку У У Вас Есть Наколки Покажите На Камеру Знаете Что С Такими Наколками Делают В Российском Блину Приезжают ФСБ Вводят Всех Коридор Начинают Осматривать Тела И вот каждого за любую наколку, даже букву С, если на руке она бита, дед, и там не дед, девушка еще, заставляют, начинают издеваться, бить. Дают команду управлению, управлению колонии, чтобы издеваться таким человеком. Дают кружку пластиковую и закидывают эту кружку нам в этот, в камеру. И дают там час, полчаса содрать наколку с этого винопленного. И вакобарабаны, это там может быть с мультика, что-то не забито, или там из дружины. И то бишь, выходит так, что ваши, как бы так сказать, сокамерники, да, с которыми все, они обязаны вас просто, чтобы спастись самим, растянуть и вот эти пластиковые кружки сдирать эту наколку с кожи, на живую. А потом приходит врач, и когда просите какую-то медицинскую помощь, в лучшем случае она йода пирснет, на рану она открытая. На рану она открытая, пусть выяснить ее. Но фашисты мои. Вы осуждаете действия Путина, развязывающиеся на территории? Ну, мое мнение, допустим, я как бы не сужу правительство, я бы выбрал народ его. Ну, я считаю, может, было мирным. Народ был. А кто у него был конкурентом на последних выборах? Можешь назвать? Нет, не смогу. Просто мы спрашивали народ. Но если выбрал народ, то должен был, то есть выбор подразумевает альтернативы? Я считаю, должен все равно мирным путем себя решаться. Это уже в сторону. Это уже все в сторону. Если боишься говорить, так я боюсь говорить. Если ты осуждаешь эту войну, что ее развязал Путин, так я скажу, я осуждаю. Ну, не надо вот это вот, надо уже решаться мирным путем. Конкретика. Осуждаешь или не осуждаешь? Можно я это просто тщательно говорю? О, ну так и скажи. Ну, все, нахер мы потом выбрали? Просто мы общались с вашим народом, со мной, и все говорят, мы не голосовали, мы не голосовали. Нет, я не голосовал, действительно. А, кто же выбрал? Ладно, смотрите. Ну, мы там как бы не голосовали. Мы бы голосовали. Смотрите, а как вы считаете, моральное право, у вас тут, ну, я бывший заключенный, да не бывший, а по факту нынешний заключенный, ну, они считают, что имеют моральное право приехать в другую страну и там учить жизни соседнее государство. Как вы считаете, ну, вообще заключенный, которого, можно сказать, есть грех за душой, да, он имеет вообще право приезжать в чужую страну и как-то пытаться научить жить или там очистить страну от того, кого он считает там ненужным? Какое у него моральное право? Ну, я думаю, в себе сперва разбираться, чем учить какого-то другого. Потому что, ну, вы сильно в себе разобрались перед тем, как вы ехали? Я в себе сам еще разбираюсь, поэтому... Ну, цена этого разбирательства, просто понимаете? Да, я это понимаю, конечно. Шансы погибнуть были? Конечно. Ну, оцените из 100% шансов лекарства от воевания, вот и выжить. Я вам скажу так, вот этим вот по себе, мне только три раза повезло за 15 минут, что я выжил. Пуля в голову не попала, снаряд прямо пролетел в ноги. Я там случайно чего я выслал за жир. Ну. Так оно того стоило? Нет, конечно, я считаю, нет. Слушайте, а только мой вопрос. Вы бы хотели встретиться и там с семьями погибших военных? Я думаю, наверное, бы ко мне отнеслись бы, наверное, не дружелюбно отнеслись бы ко мне. Не дружелюбно отнеслись бы ко мне. Ну, понятно, что не дружелюбно, но у вас бы хватило бы смелости поставить там ребенку, к примеру, погибшего солдата, который папа вчера там, возможно, был там токарь, слесарь или водитель, а ему пришлось кинуть своих детей и пойти воевать. Или он вплетну на полица? Мне больно было посмотреть. Я таких встречал родителей, у которых четверо детей, они просто были водителями, строили машину, над ними издевались. Ну, больно просто, понимаете, привозят ваших летчиков на место разбитого, там, разбитого Харькова. И он стоит, ну, шо это? У вас у всех как-то шаблонные ответы, шо? Нет, я не я, это не моя, и вообще я не выбирал, и вы все виноваты, Путин это. Но Путин, тот президент, на которого вы заслужили, получается, вы его выбирали. Вас не испугало то, что у вас при Путине была вторая чеченская война? Рязанский сахар слышали? Слышали. Вы еще и сомневаетесь, что там были какие-то террористы в Чечне? Или это специально создан был конфликт для того, чтобы был прецедент напасть на Чечню? Я как бы в тот момент, я вижу, как бы оба наказания, как бы нас с телевизором сильно мы славились. Нет, ну вы в то время уже сидели? Да, я сидел. Я 15 раз езжу. Я понял. Чечня, Молдовия отобрали в Приднестровье, в Грузию зашла Россия, в Украину. Все еще будет в Беларуси, Латвия. И все враги. Они в Казахстане хотели это сделать. Если бы Китай не сказал, что это их зона ответственности. Понимаете? И неужели вам не захотелось за 30 лет поменять президента просто такого на адекватное? Если человек постоянно тянет страну в войну, а не может туалеты провести в Санкт-Петербурге во все школы, или газ подключить, еще не все школы на дровах топятся, то, возможно, надо что-то было поменять. У вас же был выбор, у вас же была куча позиционеров. Но все равно вы как-то хавали вот эту информацию, что это все какие-то американские иноагенты и тому подобное. Может, народы не сильно политику может дается? Живут и живут, не понятно, все места сдают. Не все же сдают политику. У нас все. Ну? Ну, вы знаете, кто премьер-министр в России? Нет. Есть президент? Я понимаю, я думаю, надо сказать, что Медведев до сих пор, да? Медведев? Мишустин. А, Мишустин сейчас заскал. Я знаю, которые вообще не интересуются политикой России. Я бы... Мишустин, но... Как вы думаете, эти деды не вправе вообще решать наши судьбы, судьбы наших народов? Я думаю, любой человек им вправе решать судьбу другого человека. Вот у нас, вы видите, мы меняем президента, нам не понравилось, мы через 5 лет поменяли. Не понравилось, через 5 лет поменяли. Но мы ни на кого не нападаем, если нам что-то не нравится с президентом, мы не увеним в этом никого. И я считаю, что не политики должны договорятся, а мы и люди должны договорятся. Но когда мы сейчас позвоним вашей жене, я ее не видеть, или сестре, я не привяжу, чтобы ее муж, слад, там, кум, брат, дети не шли на войну. Она скажет нет. Я в связи единственный, кто пошел я. Так, завтра пойдет племянник ваш, еще кто-то, потому что вас надо спасать. Срубандеровцев. И завтра, пускай не завтра, через 10 лет или это, будет уже сидеть мой сын. Так, с вашим сыном, племянником или еще кто-то, понимаете? А вы, а ваша судьба скажет, так мы что, политики должны договориться? Так политики договорились. Знаете, как напали на Украину? Кто попал? Мы? Как вы напали на Украину? Как это произошло? В 22-м году мы зашли в 19-м. Мы зашли еще в 14-м году. Да, может, в 14-м. Вначале был Крым, была Донецкая, Уванская область. А потом в 22-м году я спал в своей кровати с детьми, с женой, да, там, дети спали в сидней комнате. И начались прилеты. А потом только Путин сказал, что мы меняем в своей операции. Это вам почерк не напоминает ничего? Я не напоминаю в этом поводу. Потому что вам это ничего не говорит. А почему? Я говорю, что я как бы лежал. О, Господи. Потому что вы понимаете, что у нас, вот какой может быть стол переговоров, если мы не можем. Как вот мы будем, представьте, что мы с вами сидим за столом переговоров. Я говорю, я хочу, чтобы вы ушли с территории Украины, вернули нам наши территории, ушли. И платили репарации, чтобы вы могли восстановить эти города, платить, обеспечивать детей, которых вы убили по факту кормильцев, да. Я такие же, и такие же, как военнопленные, могли себе иметь какие-то средства для постоянного поддержания своего здоровья. Так как здоровье у меня забрали ваши соотечественники. А вы вот так бэкали, мэкали, и какие у нас были вы переговоры. И так же же бэкает, мэкает ваш политик. Он может при вас нам рассказывать, когда у него тысяча охраны. А так же он на переговорах, международно, постоянно бэкает, мэкает. Когда говорим, давайте менять военнопленных, он бэ, мэ, бэ, бэ, мэн. Я им потом зачитаю, что он написал недавно их. И недавно его буквально вчера написал их представитель. Бэ, мэ, мэ, бэ, да? Ну, вроде того. На самом деле люди пытаются выкрутить все, что угодно, лишь бы только не делать обмен. Вы знаете, какие условия обмена следующего? Обмен не идет с зимы, с января месяца. Слышал, что обмен что-то не налаживается. По какой причине? Что-то российская сторона что-то не устраивает что-то. А зачем ей? Как вы думаете, насколько вы ценны России? Вас вернут на фронт. Или вы займетесь разбоем. Потому что 15 лет, и вы под другим ничем не умеете. Вы бы смогли вернуться к нормальной жизни? Конечно. Вы только так думаете. Хотя в Кремле я так не думаю. Обмены не идут, потому что Путину не надо. Ему надо не люди, а ему надо территория. И вот он на таких условиях. Отдайте территорию, мы вернем ваши. Но они нам не вернут ни Азову, ни морскую пехоту, ни Чернобыльца. Чем диноваты защитники Чернобыля? Вы хотели бы превратить международные катаклизмы? А запорожские атомщики, которые уже находятся третий год, чем виноваты? Тоже ничем. А какая их судьба у вас интересовала? Я даже не знал, что они отбывают у нас. Ну, вы знаете, что запорожская атомная станция сейчас находится... Я знаю. Я даже не знал, что они отбывают у нас, как военнопленные. Они там, на территории атомной станции, им не разрешают покидать атомную станцию. Они под дулами автомата должны работать. И постоянно идет угроза ядерного взрыва. Вот. Давайте, звоните. Вот так вот. Вот такие у нас будут переговоры, понимаете? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Неважно. Меня зовут Аннулий Алексей, я правозащитник из Украины. И если у вас есть желание пообщаться со своим братом, учтите, что все идет под видеозапись. И будет публиковаться в интернете. Да, дайте посмотреть на него. Здравствуй, родная. Ну, что ты там? Ну, что? Как ты? Нормально, жив, здоров, все хорошо, не переживай. Ты ранен? Да, я ранен маленько. У меня рука в осколках, пальцы, пальцы оторвало маленько. Ну, ухо пули. Оторвало? Ну. Я ухо видела по фотографии. Это, а ты не знаешь, как я нахожусь, как военнопленный или как в военкомате? Виталя, ты висел, вчера Ксюша звонила, как без вести пропавший. Как я понимаю, нужно ехать в военкомат, писать заявление, чтобы тебя признали военнопленным. Я не дурак, ты знаешь. Я хоть и директор папка, но я с этим как бы уже смотрела все это. Я посмотрела вот эти видео, я просмотрела все, и все ночи. Самое главное, не переживай, отношения все хорошие, самое главное, не переживай, серьезно, не переживай. Тебя не били? Ничего, тебя надо били? Нет, нет, нет. Нормально, все серьезно, даже не переживай, я тебя и правда говорю. Слушай, ну крепись, Виталя, ты выбрал сам эту дорогу. Я знаю. Ты же не слушаешь старших, так что крепись теперь. Ты меня отговаривал. Ну даст Бог все, но главное, что ты жив, понимаешь? Да. Главное, что ты сейчас жив, вот это главное. Я молюсь, я тебе написала в письме, когда Красный Крест тебе написал. Я написала, отправила. Главное, я молюсь, чтобы ты был жив. Хорошо. Останусь от Бога. Наше наказание, наше мучение, это все от Бога. Поэтому давай плакать не будем. Да, нормально все, не переживай. Знаешь, как в нашей жизни все бывает, все проходит, и это пройдет. Правильно? Да. Все нормально, не переживай. Знаешь, что все равно, что бы ты, как бы ты не поступил. Я все равно, ты же моя кровинушка, я все равно буду тебя защищать. Это, что это, Аня не звонила, Анюта, не звонила? Нет, Виталь, я думаю, она не позвонит. Вы, Верин, выкинет это все из головы. Да нет, она просто номер твой не знает, видимо, поэтому. На номер твой не знает. А, ты не оставлял? Нет. Ты не оставлял. Ну, что ж ты так, ну, кто виноват. Ну, даст Бог, все, будешь жив, не помрешь, как говорится, приедешь, съездишь и встретишься. Если любила, значит, дождется. Если нет, значит, не судьба, Виталь. Все в жизни так, все изменчиво. Сегодня так, завтра по-другому. Поэтому не забивай себе сейчас голову, это не главное, тебе главное. Тебе сейчас скинут фотографию, где я нахожусь, короче, и позвони в банк, и тебе скину там ВТБ и ПСБ, чтобы карты заблокировали, хорошо? В банк позвонишь? А какое я имею право? Ну, скажешь, что ваш твой брат, что он находится на СВО, позвонить не может? На войне. На войне, скажи, он находится, не может позвонить, попросил меня, чтобы заблокировали карты, он потерял карты, и все. Ну, что я потерял, типа, ну, сам, скажешь, связаться не может, попросил меня, чтобы я позвонил, и вы заблокировали карты обои. Двиг. Куда мне звонить? ВТБ? ВТБ и ПСБ. Как я запишу, секундочку, можно? Сейчас я запишу, я вот ручку приготовила, мало ли, что я не запомню. Так, банк ВТБ? Да, и ПСБ. И П? ПСБ. Да, П первое, С и Б. И ПСБ, все, я поняла. Да, в два банка, да. Все, я записала, выводы были. Да, я тебе сейчас, тебе фотографию скинут, это письма моего, волонтера на Украине, который помогает, как бы, ну, передачи делать, как бы, что там, как бы, здесь. А скажи мне, пожалуйста, тут что-то с меня вымогать не начнут, а то у нас такие слухи ходят, что что-то вымогать могут, там, нет, ничего? Нет, нет, смотри, если кто-то тебе сейчас звонить начнет, по какому-то, денег, что-то там, чтобы вы хотите связаться со мной, платить деньги, и вообще, вот официальные ребята, которые чисто с кем связаться, можно. Я поняла, я смотрела эти ролики, все, кто, все, да, все, кто звонить будет, остальные, ни, ни в коем случае, не... Все, я поняла, только, вот, непосредственно, вот этот, который у меня номер телефона, только я его увидела, правильно? Да, да, ну, время, как бы, ограничено, дали хоть повидать, все хорошо, сам гланжил за руку. Все, Витальечка, ты только не плакай. Да, родная, я тебе говорю, никто меня не обижает, поверь мне, никто меня даже пальцем не тронул. Тебя взяли, когда ты ранен был, да? Да, ну, поэтому... А голову шило поди. Ну, и поэтому... Сильно порвало, сильно всех поразорвало, наверное, там, всех, наверное, да. Да, да, и такое, конечно, и все. Ну, потому что вышло видео у нас, как раз это, вышло видео уже, где вас снимали. Какое? Кого снимали? Ну, вас там где-то снимали. Вот, у нас вышло видео какое-то там, кто-то мне там скидывал, что вас где-то снимали, какие-то корреспонденты. Может быть, там ты был? Да, да, корреспонденты там прибыли, там, да, в Украине, когда я там был, там нас снимали, да, чтобы это властям нашим показать, да? Ты, да. Да, вот, и нас в Великом показали, я видела тебя, видела тебя, привет, как бы, все. Да, поэтому свяжись с военкоматом, чтобы мне признали, как военнопленным я. Да, я все уже, я все поняла. Завтра я поеду в военкомат, потом поеду еще по правам человека. Так я понимаю, где мои действия, где мне. Да, 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 родная. Да, если я побуду, побываю, не переживаю. Ранулечка, все, мне время говорить, сейчас пообщайся с... А можно у вас вопрос? Смотрите, вы смотрите видео, да, с российскими военнопленными, с оккупантами в интернете? Я видео с российскими военнопленными видела на вашем канале. На канале Владимира Александровича Золкина. Золкина, так точно, мы вместе работаем. Вот смотрите, а с украинскими военнопленными вы видите в видео? В наших семей нет возможности доступа иметь украинскими военнопленными, так общаться, видеть видео, как с ними общаются, передавать по ссылке. Как вы считаете, если у вас будет такая возможность увидеть с представителями каких-то организаций по правам человека, вы зададите им этот вопрос, почему украинским матерям... Нет, ну, конечно, я постараюсь задать вопрос, что почему мы не смогли позвонить, да, а наши, так, может, тоже на веку, я могу задать вопрос. А как вы думаете, как содержат наших военнопленных в России? Знаете, я не знаю, я штаб не нахожусь, я же не знаю, в каком он состоянии. Ну, как я могу сказать, всех мне жалко, и ваших, и наших, разницы нет, все люди. А что люди расчеловечились в какой-то момент, это виноваты сами люди, вы поймите. Мы-то простые крестьяне, вот я работаю своими руками, я зарабатываю свой хлеб, я его ем. Я никому не завидую, ни у кого ничего не отобираю. Я люблю свою землю, которая мне приносит плоды. Я собираю свой урожай, который необходим, вот это для меня... Не, я понимаю, но мы троги уходим... А что там делают политики наши? Так, дело, смотрите, дело не в политиках, дело в том, что каждый день в российских тюрмах умирают наши военнопленные. Я вам это говорю, как очевидец этих событий, как бывший военнопленный, который находился во многих концлагерях России. И именно фашизм, и нацизм, и расизм, и тому подобное, я именно в ваших концлагерях действительно увидел. Потому что и в Украине, как рассказывали вам, я такого не вижу. Вы видите, тут нацистов. Мы находимся вообще на Западной Украине. Я бандеровец, вот я сижу бандеровец, я никого не ем, не кусаю. Да, у меня такая история, я горжусь такой историей. Ну, при чем тут это? Ну, надо мной издевались только за то, что меня взяли возле моего дома, за то, что я защищал свою семью. И ребята, которые военнопленные сдались в плен, их судят на пожизненно в России. Вы знаете об этом, потому что это по всему телевидению. Скобеева и прочая там бобровитка Симоньяна, это все там... Я такие передачи не смотрю, вот извините меня, мне не интересны вот эти всякие там ваши скобеевы. Смотрите, у нас выход один. Чтобы поменяли вашего брата, должны быть обмены. И в обмены должны входить уже ребята, которые сидят у нас в плену и сидят и подолгу, и уже третий год сидят ребята. И это защитники Чернобыльской атомной станции, которые не дали сделать ядерному взрыву еще одному в центре Европы. Это морпехи с Мариуполя, это азовцы, которые с Мариуполя. И не надо бояться этого названия. Это действительно герои Украины, которые вот, ребят ваших никого взяли в плен, но никого не оскорбили, не изнасиловали. Но со мной такого не происходило. От здравой, там, бравой армии, второй армии мира. И скажите еще такой момент. Как так сложилось, что вторая армия мира, все так хорошо, все так классно, готовились все время к войне с подтяжкой. И в итоге у вас бывшие заключенные воюют в армии. Ну, вы знаете, тут я с вами не могу ничем даже вот так вот, никаким даже, у меня мысли нет на эту тему. Я даже сама не знаю, если честно. Я бы, конечно, вам ответила на любой вопрос, у себя хотя бы маленько была в курсе этих событий, да, почему, от чего, как. Ну, видите, я как бы никогда не лезла вот именно в какие-то государственные дела. Я говорю, я вот живу своими руками, да. У меня как бы я держу коровок, даю коровок, молочко свое людям добро делают. То есть я никогда не... Вот я родилась в Советском Союзе, я, понимаете, я при шестой власти живу, шестая власть, да, у нас. Мне без разницы, какая у меня власть, мне никто не мешает жизни, никто не мешает садить свой урожай в огороде. Я держу своих коровок, питаюсь своей пищей. То есть и поэтому, ну, как бы, не то, что мы совсем далеки, но вы нас, поймите, в простых христианах, нам особо надо, вот как там, боялись или как-то что-то. Мы же, получается, ну, кто мы, ну, простые, мы дружные. И как мы можем, ну, вот, постоянно интересоваться чем-то. Мы же все в бытии, так же ваша семья, вот я больше чем уверена, что и ваша семья так же. Все работают, все стараются заработать копеечку, когда нам какие-то политические моменты. Пока не начинается война, или там что-то не начинается, мы же не знаем. А когда нас уже вот по телевизору показывают, что там что-то началось, мы начинаем все просыпаться. А что же началось? Понимаете, а что же началось? В большинстве вашей, я стопудово уверена, что и ваши родители, и мои родители. Вот мы жили в Советском Союзе когда-то, уж простите, что я выскажу, у меня так эти два дня вот здесь все болело. Вот мы родились в Советском Союзе, мне бы тогда сказали, что мы будем воевать с Украиной. Да я бы прямо, я бы рассмеялась, я бы сказала, вы что, обалдели что-ли? То есть мы до такой степени не понимаем до сих пор, что происходит, понимаете? То есть нам все, мне казалось, что в телевизоре всегда все врут, где-то везде врут. Мы живем вот бытием, житьем, мне главное накормить свою семью, понимаете? Чтобы у меня было что-то обуть, покушать, чтобы я не замерзла зимой. Вот, у нас в головах что, заработать себе денежку на хлеб, на соль, чтобы мы жили достойно. А когда же нам вот интересоваться, что у нас происходит? Ну вроде власть поменялась, ну поменялась, ну поменялась. Дальше живут. Ну мне же власть моя не пришла ко мне в дом и не сказала, вот это не делай, это не делай, это не делай, понимаете? Я живу дальше. То есть ко мне же никто не везет. Вот я вот живу на одной земле, я родилась. Мужики закончатся и к вам придут, понимаете? И вас отправят. Ну если вот придут, я, конечно, найду, что и с ними поговорить. В чем я виновата? Что я живу на своем, я живу на земле своих плетков. У меня здесь бабушка жила. Домик был старенький, я перестроила на новое, на поновее. То есть я продлеваю. Вот как живу на одной земле. Да, только у меня здесь бабушка и это. Если вы уже затронули вопрос моих родителей, то вот сам моего убили в церкви. За то, что он служил в Советском Союзе офицером в России, на территории Псковской области. Почему-то его не смогли взять в плен, а взяли, взявши в плен, его отвели в церковь вместе с Ранейской области и подожгли. И этому есть документы официальные. Не какие-то там слова Симонян и всяких пропагандистов с Раши Тиви. Просто как-то так получается... Я вас прекрасно понимаю. Я вас прекрасно понимаю. Вы прекрасно понимаете, но получается... В мой дом не приходила беда, понимаете? В мой дом не приходила беда. А в мой пришла беда, ну как вы думаете, кто виноват в этой беде? Вот кто виноват? Давайте просто... Я не могу знать, кто виноват. Я, знаете, скажу, все проблемы, вот смотрите, вот все проблемы, знаете, из-за чего? Я простая крестьянка, вокруг меня живут соседи. Мне уже вот 60 лет скоро, да? Я живу с соседями на одной земле, в огород, в огород, в дом, да? Вот мы с ней те же. Кто-то из нас уже умерли, да, кто-то еще живем. Вот нам делить нечего, и мы не ругаемся. Где-то бывают разные, мы их тут же разобрали. Я считаю, что если человеку нечего, вот нам не из-за чего ругаться, так мы не ругаемся, мы живем, да живем. Ну, а если кто-то чего-то не поделил где-то, или что-то... А что мы с вами, мы с вами, я думаю, все нормально, но что мы с вами не поделили? Вот я с вами что могу не поделить, чтобы я с вас вот началась с вами ругаться, к примеру, да? Я с вами не ругаюсь. Вы видите, я спокойно на вас смотрю, как на нормального, порядочного человека, правильно? Я не думаю, что вы на меня как-то по-другому... Да, но власть, которую выбрали у вас в России, она как бы занимается геноцидом моей нации. Конкретным геноцидом. Я же не знаю, чем вот так конкретно... Так я вам говорю, я вам говорю. Вот такие вопросы, пожалуйста, вот вы мне задаете такие вопросы в вашем лезоне, а я откуда знаю? Вот у нас по телевизору говорят иногда, слушаю в новостях, что ваши там, что попало делать? Я не верю, вы включаете телевизор, все. Я никому не верю. Вот я не верю ни телевизору, я интернету уже не верю, понимаете? Там в рот весь детство уже рядом. Кому нам верить простым крестьянам, вы не скажите. Вы верите, верить можно всегда тем, кто в роли жертвы. Вот нельзя верить насильнику на суде, можно верить жертве, которая это. И также нельзя верить тем, кто перешел границу и его словили на территорию Украины. И можно поверить тем, кто все-таки встал со своей кровати, чтобы детей не изнасиловали. Я не хотел, чтобы ваш брат спал с моей женой, к примеру. Нет, ну вы мне уже такие страшные вещи не говорите. Нет, ну а к примеру он приходит, хорошо, дайте я это говорю. Он приходит с автоматом, да? А я без автомата мирный человек, который также хочет растить коров и обрабатывать вот сейчас по весне свой город, свой участок. И что я ему скажу? И что я ему скажу? А тем более люди с лагеря, которые не видели женщин. Вот вопрос, скажите вот, пожалуйста, можно я вам вопросом? Вот человеку, вы, вы человеку задаете вопрос, почему или для чего? Вот задумайтесь. Задайте вопрос, вы зададите вопрос, почему или для чего? В каком контексте, почему или для чего? Вот вообще, вот вы, допустим, вам что-то говорите вот сейчас, и вот я, допустим, скажу, а почему? Или а для чего? Вот вы какой вопрос выберете? Я всегда выбираю для чего, не почему. А когда выбираю вопрос для чего, я нахожу постепенно ответ, для себя. У меня образование 8 классов. Я пошла потом в техникум, училище учиться. Да, понятно. Вот у меня нет высшего образования. Но я настолько знаю жизнь от опыта от своего, что у меня уже 60 лет, да, будет. Я уже жизнь на опыте, на своем прощупала. И вот когда я себе задаю вопрос, для чего, я нахожу постепенно какие-то для тебя ответы. А когда я спрашиваю, почему, я ничего не нахожу. Алло. Алло. Здравствуйте, Владимир. Мы перезвоним. Позвонила какая-то другая. Есть? Да, но мне позвонил кто-то вот только что другое и это... А ну, на, посмотрите, оно за это, записывайте меня. Оно сбросилось. Алло, Владимир и все. Странно как-то. Ну, видите, никому ничего не интересно. Ну, вы, по сути, уже договорили. Да, мы делаем фото и все. А? Делаем фото. Все, делаем фото, если хочешь, может, творить. Там, голосовать, сказать, что... Сберно, что ты все. Все, скажи на прощение. Да, я тебя люблю, все нормально, не переживай. Само я отношусь здесь хорошо, как вы, Наполинова. Не слушай никого. Здесь нормально относятся, поверь мне. Соберно. Связь оборвалась, просто скажи. И связь оборвалась, поэтому не смогли тебе перезвонить. Как бы народ, как бы, все равно надо со всеми связаться. Вот тебе есть письмо отправил. Там в письме все указано. Штудируйте правду, ознакомлюйтесь с интервью. Вот Владимира Золоткина, вы посмотрели интервью. Посмотрите, мое интервью Алексея Нуля. Вы поймете, какая правда в этом мире и максимально посодействуете обмену. Так, все. Что, правда не знают тоже, да? А, коровы растят и все у них там... Нет, ну коровы-то понятно. Коровы-то понятно. Это я тоже хотел корову растить. Коровы делал умер. Я в плену такой голодный был, что я думаю, выйду и сейчас корову в воду. Просто назоведу корову в воду. Да, она действительно, она всю жизнь на земле панка какой-то. Она выросла в деревне, поэтому она лезет к себе. Я даже сидеть не могу. Знаете, как умер травмы спины, что мне больно с вами сидеть. Но это дело. И я все больше и больше убеждаюсь в том, что затея моя, наша, в том, что придется, получится пробить вот эту пелену, пробить вот эту броню, эту бронелобую, все меньше и меньше у меня в это уже веры становится. Потому что мы вот говорим, все вопросы, ответы шаблонные. Говорим с родственниками. Я Путина не выбирал, а того не выбирал, а оккупант не оккупант. И вообще откуда я могу узнать, и вообще я маленький человек. Мы все маленькие человека, понимаете, все с маленьких деталей складываются. Ну вот маленький человек почему-то приехал сюда и делает это. А другой маленький человек просто сидит и говорит, да нет, от меня ничего не зависит. Вот что происходит между маленькими человеками. И я это уже делал, почти, уже третий год пошел. Ну, ну просто вопрос, Леша, сдвигается или не сдвигается, перина снимается, не снимается. Только сколько сил надо на это, чтобы ее снять. Я уже, ну серьезно, я пасую, все. Надо иметь сил. Ну, я не знаю, где их брать просто. Да, ну по большому счету общаешься как с энергетическим импиром, потому что у людей просто вот эта бронелопость ваша. Ну, одно дело, вы были подкованы как-то, широкое мировоззрение в жизни. Все, мы в этом начали, возможно, какие-то споры. Мы к чему-то пришли. Давайте в дискуссию. А когда тебя и политика не интересует, все и правды не знают, ну попробуй. Я не, я не виноват. Вот я признаю, если я виноват, я скажу, что я виноват. Если я оскорбил, я скажу, что да, я оскорбил. И немцы так признали. Немцы так признали. Немцы выплатили репарации. И теперь французы ездят в Германию, немцы ездят в Францию. Много русских в Германии. Все нормально. Чехов, поляков, да, которых вот началась же война Вторая мировая. Знаете, что? На остров, на полуостров Хель напала на, там, Германия напала на Польшу. И, ну, была провокация, там, пятое-десятое, то все понятно. Но самый момент, что немцы признали, выплатили, и все живут дальше. А русские, они признают никогда. Никогда. Они не признают, что ошибка была уходить в Афганистан. Афганистан не нес никакой угрозы. Ошибка была отбирать часть Молдовы, творить это, какой-то Приднестровье, полу какая-то республика, не признанная никем. Крым, Грузия, Вьетнам, и пошло Сербия, Ангола. Много еще надо перечислить. Но эта страна никогда не бывает агрессором. Украина, которая никогда не воевала за пределами, вот никогда не воевала за пределами, у них не было никаких специальных операций и тому подобное. Она агрессор. Вот такая страна, после нее все такое, она агрессор. И деньги, которые можно зарабатывать, убивавших украинцев, вроде Кремля, находятся, деньги. Заплатить вам, чтобы убивать украинцев. Но у них не найдется денег, чтобы вы поехали на перерабатывающий завод. Или собирали какие-то... Или, возможно, уже у вас буханку можно сделать в какой-то другом обвесе, в другой морде. А может, Живули уже можно делать такие, чтобы ручки не отпадали. Зато оружие, зато дроны, зато это... И какие партнеры остались в России? С кем она общается? Можете назвать? Несколько стран смогу. Несколько стран. Смотрите, с какими странами я... Белоруссия. В Белоруссии дитаторский режим в мире. Япония. Северная Корея и Иран. Ну, это показатель стран. Показатель того, что такая большая страна, да... Это какой? Пятый мир уже стран свой стилит. И с русскими никто не хочет уже общаться. Никто не хочет искать эти точки соприкосновения. А в Белоруссии... Я в Белоруссии 50 на 50. Потому что я жил в Белоруссии. Я знаю, что такое Белоруссия. Ну, просто президент, который нельзя поменять. Но это авторитарный режим. Это тоталитарный режим. И поэтому... Это диктатура. Это диктатура. Я жил в Белоруссии. Это вам там могут рассказывать, что в Белоруссии все так сладко и не сладко. А я знаю, с белорусами общаюсь. Не знаю, насколько там не сладко. А дороги дело сделали там только для того, чтобы вывозить ресурс. А вы считаете, Лукашенко, насколько вот... Вообще, по-мужски я не скажу, насколько вот с Вински он поступил, вот как мужчина, зная, что вот с украинцами всегда ездили, торговали друг друга на всякие фестивали, ездили тут. Ну что, со стороны Белоруссии уходят российские войска. То бишь, он же знал что... Со стороны Белоруссии и Белоруссии летит по тому же Чернигову, например, по... на Чернигову, в мой город, зашли с четырех направлений одновременно. Три из них были в Белоруссии. И русские, тувинцы и всякая вот эта шоблая лёблая, которая там была, они зашли именно с Белоруссии, которых я был в пытках, я висел голый, шесть суток, на удлинителе. Я не сомневаюсь, что кто-то с вас бы это выдержал. Да, я тоже не сомневаюсь, что... А теперь я покажу видео тех отморозков, которые надо мной издевались, что они делают с остальными. Это на нашем инопленном. Так кого бояться надо? Может, мы вас даже уже освободить, а не вы нас? Работаем браком. Слушай... Делай, 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 делай. Вот это что говорит тут, он издевался. Вот если вы находились вот в кругу вот этих людей, вы бы смогли бы заступиться? Я сомневаюсь. Ну, если сказать могу, вы можете не поверить. Я бы, допустим, всегда говорю, каждое свое мнение, допустим. Я сомневаюсь, если бы вы заступились, вы бы так зарезали, забаранили бы и все. Да нет, люди все разные. Вам бы не дали сказать свое мнение. Потому что этим и отличается Украина от России. Вот я мог со своим командиром говорить напрямую и обсуждать любые вопросы. Потому что у нас цель была одна. Я не был чем-то обязан, а еще что-то. Наша задача была спасти наши семьи. И ты полковник, ты майор или ты капитан вообще никому не... А у вас не так. Вот у вас есть, блядь, командир, а ты нечисть. Поэтому так, все хорошо. 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 Всем пока. Хорошо. 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 Спасибо. 我уру.